Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин пытается преодолеть 63 тысячи, выйти выше, V-образное восстановление на дневном, смотрите, бычий сигнал такой, когда идет так вниз, затем V-образное восстановление. Перевернутая голова и плечи тут вроде как тоже. Плечо, голова, плечо, перевернутая. Объемы хорошие. Трейдеры общаются в моем телеграмме. Капитализация рынка 2,3 триллиона долларов. 161 тысяча посетителей на моем сайте. Тоже можете включить у себя на телевизоре. А на часовике, может быть, плечо, голова, плечо. Небольшое такое. Может формируется плечо. Индекс страха и жадности в нейтральной зоне. Регистрируйтесь на Bybit, получайте бонус. 60 тысяч долларов. Доминация биткоина 53%. Ставка финансирования близка к нулю. И биткоин 63 тысячи. Это 15-ти минутка уже. И вы видите тут голову и плечи. Плечо, голова, плечо. Поэтому, может быть, коррекция. Посмотрим еще на графиках детальнее. Покажу вам свой торговый аккаунт. А также сделаем технический анализ какой-то монеты, которую вы просите в комментариях. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. WorldCoin плюс 1,2%. NVIDIA плюс 2%. Tesla плюс 1%. Bitcoin. Открываем. 63 190 долларов. Идем на недельный таймфрейм. Неделя еще не закончилась. Но уже видно хорошие торговые объемы. Стохастик направлен вверх. Криптогурбот держит сигнал на покупку, который он дал в феврале прошлого года. Этого бота можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Пока что не перевернулся в продажу. Биткоин индикатор бот дал сигнал на покупку на прошлой неделе. Это хорошо. Опускаемся на дневное. Здесь у нас стахастик в перекупленности. Разворачивается вниз. Сквиз моментум. Стал серый уже. Но тут V-образное восстановление. Это хорошо. Вот оно. Нисходящий клин, который хорошо отработал. Там цели по тейк профиту еще не достигли. По выходу из этой фигуры. Это нисходящий треугольник. Внутри создается давление. Давление. Вверх выходим. На расстояние, которое можно измерить по основанию. Упс. Да, короче, по основанию измерить можно этого треугольника. Тейк профит. И получается, что беточек должен прийти на 76 тысяч. Поэтому еще в дороге биткоин. Также можно сказать, что тут может быть небольшой такой бычий флаг. На дневном формируется. Что-то типа бычьего флага. Стохастик в перекупленности. Но выходы с треугольника. Также тут W. Вот он такой небольшой. А там есть еще и большое тоже. Опустимся на 4 часа. Стохастик здесь в перепроданности. Биткоин-то опустился совсем немного. Это интересно. Смотрите. Был биткоин на 64. На 65, будем говорить. И опустился на 63 тысячи. С 65 на 63. Но стохастик уже в перепроданность ушел. Это очень интересно. Стохастик полностью уже в перепроданность ушел. Хорошие торговые объемы. Биткоин в этом канале. Подошел близко биткоин к моей торговой идее, которую я вчера давал. Я бы ее пока что и оставил. Цена входа 62.636. Стоп-лосс на 62.374. И тейк-профит на 72.76.88. Стоп-лосс на 105. И 269. Это финальное. Повершение бычьего рынка. Соотношение риск-прибыль 798. Риск 262 доллара. Но где еще можно так торговать? Риск всего 260 долларов, а заработать можно 200 тысяч долларов. Да больше нигде в мире. Кроме как в крипте. Близко же подходил биткоин там. Вчера. Я бы эту торговую идею и оставил. Объемы еще хорошие. Надо смотреть за объемами. Но тут я смотрю, что не могу сказать, что я прям сильно впечатлен. Неплохие, конечно, но могло быть и лучше. Нужен какой-то катализатор для роста. Думаю, что многие ждут, чем там выборы закончатся в Америке. Ну хорошо. Теперь покажу вам свой торговый аккаунт. Но сначала напомню, что под видео полезные ссылки. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 60 тысяч долларов. Если вы теряете деньги на других биржах, или вы не уверены о безопасности, то Bybit это хороший вариант. Моя любимая. Сам торгую на Bybit. Затем проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь теханализом. Присоединяйтесь к другим студентам. Теперь давайте покажу вам свой торговый аккаунт. 695 700 долларов. Чуть опустился со вчерашнего дня. Было 708 тысяч. Там примерно минус 13 тысяч долларов. По неделе. Было 678. Поднимался на 708. Примерно 20... Сколько? 20, 30... 27 тысяч долларов, короче. Это мои сделки по Биткоину. Я продал по 65 тысяч и купил по 52. Ставка финансирования 0.01. Теперь я плачу за удержание этой позиции. Ну и сделка в плюсе на 43 700 долларов. Размер позиции 7,5 биткоинов. А теперь примерно по 100 баксов в день я плачу за удержание этой позиции. Это моя разбивка по балансу. Эфириум 7%, USDT 28, биткоин 18, деджкоин 18, MCRT 16, Uniswap 8%. 696 тысяч в общей сложности. Теперь давайте комментарии почитаем. WorldCoin Pumped. Сделай, пожалуйста, теханализ. Самое хорошее интро это, когда ты с пляжа записываешь на рассвете. Сделай, пожалуйста, ноткоин. Да мне не нравится ноткоин. На мой взгляд, это спам-монета. Правило номер один. Никогда не шорти биткоин на бычьем рынке. Правило номер два. Помни о правиле номер один. Очень хороший совет. Джеймс, сделай теханализ Суи. Говорят, что это новая Солана. Какой катализатор отправит биткоин на 260 тысяч? Пока что мы не можем пробить даже 64. Но не может такого быть, что он всегда идет вверх и вверх. Там есть сопротивление, есть поддержки, коррекции. Но катализатор для похода на 260 тысяч долларов это халвинг. Посмотрите, там отдельное видео я делал, где я рассказываю свою теорию халвинга. Там я объясняю, почему 260 тысяч. Сделай, пожалуйста, ворлдкоин, Джеймс. Ну хорошо, две просьбы. Тогда делаем теханализ ворлдкоина. Вчера там он вырос, поэтому посмотрим. То посмотрите, пум, как помпанул ворлдкоин. Интересно. Опускался на доллар тридцать центов. Если вы купили ворлдкоин по доллар тридцать в сентябре, седьмого сентября, например, то тогда, получается, вы заработали уже сколько? Это не проценты. Давайте проценты. Получается 72%. Отлично. Если вы купили на дне, 72%. Отличная прибыль. 72%. Это просто за месяц. С доллар тридцать. Теперь уже 2.15. 72%. Нисходящий треугольник. Вышел ворлдкоин из этого треугольника. Вот он. Внутри давление. Давление вверх вышел. Уже пробил. И отработал еще дубль вэ. Огромное дубль вэ. Смотрите. Чик-чик. И... Что там дальше-то будет? На дневном. Огромный нисходящий клин формируется. Или что это? Интересно. Массивный нисходящий клин формируется. Но уже вышел из него. Где можно зайти в лонго? На ворлдкоине. Можно подождать коррекции. На доллар 70. Это было бы разумно. Тоже поставлю уведомление. Может быть возьму. Прекрасно. Не забывайте также присоединиться к телеграмму. 140 трейдеров онлайн в данный момент. Вы можете там включить автоматический перевод. Если тут разные языки используются. Кто на чем пишет. По какой цене лучше брать? Эфир. Тут еще что-то. Рокет лаб. Какие-то графики, чарты. Гуру, смотри за монетами. Как ворлдкоин, юни, покет. Эфир, MCRT. Есть ли у них хороший фундаментал для того, чтобы иксануть по-любому. Именно поэтому я покупаю. Купил на месячной поддержке. Бьютифул. Спасибо. За мемчики. MCRT. Растет в 18% за неделю. Ну хорошо. Цели для MCRT и ворлдкоина на булране. Хорошо может вырасти ворлдкоин. MCRT вы должны сами принимать свои решения. Я ранний инвестор в этом проекте. Но я покупаю. Дальше. Ну в общем. Все. Это мой торговый аккаунт. Сделка по биткоину в плюс на 43 тысячи. На балансе 695 тысяч. Также подписывайтесь на мой твиттер. 91 тысяча 700 фолловеров. Это мое вчерашнее видео. Цель на биткоине 269 тысяч. На Тесла 578 долларов. Тесла уже выросла на 80% с тех пор, как я купил. Вот еще я затвитил 2 часа назад. Робо-день в Тесла 10 октября. И это совпадает с выходом из симметричного треугольника по теханализу. Я купил Теслу по 141. Уже 85% прибыли. А еще из треугольника толком не вышло. 10 октября. Робо-день. Также новая игра в экосистеме Magikraft. Шахматы. Там на самом деле целый сайт вчера запустили. С различными играми. И посмотрите, тут официальное объявление об этом обновлении. Браузерные игры. Можно играть в шахматы. И вообще много разных новых игр. Магikraft. Магикraft. Магикraft. В общем, это шахматы и другие игры в экосистеме Magicraft. MCRT это валюта игровой экосистемы. Ну что ж, на этом все на сегодня. Биткоин в небольшой коррекции. Посмотрим, как там будет дальше. Тут на графике голова и плечи, но если биткоин сейчас выскочит вверх, то не отработает эта фигура. Но если отработает голова и плечи, то тогда биткоин вниз уйдет. Мы видим, что он столкнулся пока что с сопротивлением. На мой взгляд, люди просто ждут, что там будет на выборах в Америке. Но халвинг-то уже был, поэтому мы идем на 269, на вершину бычьего рынка в октябре 25-го года. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик и увидимся с вами завтра.